С возвращением на YouTube-канал Плана Би. Сегодня мы будем говорить о моделях биткоина. Последнее время очень много дискуссий посвящено моделям биткоина, поэтому это будут моими пятью копейками. Я расскажу вам о четырех моделях, преимуществах, недостатках, как их использовать, а также свои заключения по цене биткоина. Итак, на этом графике представлены четыре оценочные модели, построенные на времени модели сток-то-флоу, выходах непотраченных транзакций и сложности. Но перед тем, как мы с вами перейдем к подробностям, я хотел бы заострить внимание на следующем. Данные модели являются оценочными, а стоимость и цена — это не одно и то же. Многие люди считают, что расчетные модели являются неправильными, потому что все цены определяются предложением и спросом. Поэтому если спрос не присутствует в модели, модель бесполезна. И несмотря на то, что, конечно же, это правда, мы с вами о цене говорить не будем. Мы говорим о стоимости, о ценности. И известнейший инвестор Уоррен Баффетт говорил, что цена — это то, что вы платите, а ценность — то, что получаете. Поэтому я хочу привести вам пример разницы между ценой и ценностью. Например, если вы хотите оценить стоимость компании, вашей собственной компании, вы можете это сделать с помощью очень простой ценовой модели доходов. Вы можете взять в расчет и посмотреть на получаемые прибыли, которые, например, равняются 100 тысячам в год. И ценовая модель доходов вам скажет, что «Окей, для того, чтобы получить ценность компании, вам необходимо использовать произведение данных доходов». Например, фактора 5, поэтому если доходы составляют 100 тысяч долларов, то стоимость или ценность компании является 500 тысяч долларов. Конечно, расчет может сильно отличаться для разных компаний. Например, некоторые компании имеют фактор 10x от доходов, а компании, входящие в S&P 500, имеют оценку 20x своих доходов. Но в любом случае, давайте возьмем для нашего примера 5x, то есть оценка компании составляет 500 тысячк. И если вы можете купить эту компанию за цену в 300 тысяч долларов, то значит, что у вас вышла отличная сделка. Вы кое-что купили за 300 тысячк, что стоит 500 тысячк. Так что вот в чем отличается цена от стоимости. И все эти модели являются стеймостными. И, кстати, если вам нравятся мои видео, пожалуйста, подпишитесь. Нажмите эту кнопочку снизу, и вы ничего не упустите. Плюс меня поддержите. Итак, первая модель. Временная модель. Это светло-голубая линия. Очень гладкая голубая линия. В настоящий момент около 70к. А время, конечно, является приближенным значением распространения, которое движется во времени и становится все больше и большим для биткоина. И здесь логика такая, что цена растет по мере того, как распространение биткоина растет. Это очень базовая модель. Она тривиальна. Помимо того, это самая старая модель, которая мне известна. Она очень известна и впервые появилась в 2014. А ее автор зовут Рололо. Отличные графики. Возможно, вы знаете и другие его модели. И, кстати, у нее была еще более ранняя версия, появившаяся в 2012. Самая последняя ее версия, я думаю, это радужная модель, которая показывает нам ту же самую логарифмическую или наклонную кривую. Но основное это временная модель. В данной модели я использую метод расчета степени, что по сути дождественно. Итак, следующая модель это модель Stock-to-Flow. И данная модель Stock-to-Flow представлена здесь темно-синей линией. И она довольно похожа на временную модель. Однако, на ней есть некоторые скачки. И скачки, конечно же, означают халвинг. В настоящий момент она находится на значении около 60к. Это значение очень близко к значению, которое показывает временная модель. Конечно же, с использованием логарифмической шкалы. И модель Stock-to-Flow использует дефицитность. Используя коэффициент Stock-to-Flow, используя такую логику, что цена биткоина увеличивается по мере роста дефицитности биткоина. И, конечно же, особый интерес мы видим для халвинга биткоина. Эти скачки, когда цена биткоина подскакивает, и модель также делает прыжок вверх. Вы это видите для халвинга 2012-го, когда цена сразу же за этим подскочила, и модель сделала то же самое. Халвинг 2016-го, сразу же за этим цена подскочила, и модель сделала то же самое. Аналогично и здесь, в 2020-м. И, конечно же, следующий халвинг будет в 2024-м, и мы видим, что модель уже это делает. Модель Stock-to-Flow я создал в 2019-м году. Это было вот здесь. И она была довольно интуитивной для институциональных инвесторов, таких как я, а также таких как Fidelity, Grayscale, VanEck, кто использовал данную модель в своих презентациях. И должен сказать, что лично я инвестировал в биткоин именно по причине его дефицитности, из-за ограничения объема в 21 миллион. Это аргумент, который отлично для меня сработал. Но некоторые имеют реакцию на модель Stock-to-Flow очень эмоциональную, по каким-то причинам. Они говорят, что она неправильная, она не работает, старая. А все потому, что текущая цена опустилась значительно ниже показания этой модели. Но почему-то временная модель для этих людей является не сломанной, а модель Stock-to-Flow является. И каким-то образом, в 2017 и в 2013, когда цена значительно была выше, чем у модели, модель не была сломана. Аналогично и для временной модели. Поэтому, на мой взгляд, эмоциональная реакция на все это более личная. Она, возможно, формируется в разрез моей и моего взгляда на эти модели. Но в любом случае, это часто используемая модель, и здесь она представлена темно-синей линией. Третья модель построена на основании сложности. И сложность, представленная красной линией, в настоящий момент предсказывает отметку в 30 тысяч. Это на самом деле текущая цена на споте. Модель измеряет мощность сети. Мощность сети биткоина. И это очень похоже в сравнении с хешрейтом, и показывает значение мощности в ваттах. Это количество ватт. Это количество ватт, которое использует сеть биткоин. И логика здесь такая, что чем больше мощность сети, чем больше сложность и чем выше хешрейт, тем больше цена биткоина. Это хорошо видно по времени, и здесь образуется очень хороший тренд, как здесь. Очень резкое увеличение данной красной линии, потому что майнеры перешли с CPU на GPU, используя графические карты. А вот здесь еще один очень крутой подъем произошел тогда, когда майнеры перешли на ASICS. Это специализированные чипы для майнинга, после чего линия стала довольно горизонтальной. Но здесь у нас есть очень интересная арбитражная связь для решения создать или купить. Вы можете создать биткоин как майнер, используя ваты, то есть киловатт-часы, и уплачивая определенную цену. Но также вы можете купить этот же самый биткоин, как инвестор. С помощью долларов. Поэтому здесь должно быть наличие арбитражной связи между этими двумя вещами, потому что если цена очень сильно превышает значение по модели, значение сложностной модели, так как, конечно же, при майнинге сложность начинает расти, но если цена сильно ниже этой модели, то, конечно же, вам стоит покупать как инвестору, из-за чего цена начинает расти. Поэтому это очень интересная и экономически правильная модель. Поэтому данная модель и представлена на графике. Четвертая модель — это UTXO. Эта модель представлена зеленой линией. В настоящий момент она показывает значение 24000. Это самая низкая оценка. UTXO — это 112 миллионов биткоин-фракций, которые в сумме дают 19,4 миллиона биткоинов, в настоящий момент находящихся в обороте. Это общий объем. Но, конечно же, как вы знаете, весь объем биткоинов в обращении — это не целые биткоины. Вы можете перемещать доли биткоина. Каждый раз, когда вы делаете транзакцию с частичкой биткоина и разбиваете ее еще на большее количество частей, то таким образом распределяете биткоин еще более широко, образуя еще больше UTXO. Поэтому логика, которая здесь используется, заключается в том, что чем больше биткоин распространяется, используя все больше UTXO, тем больше цена биткоина будет расти. И, как вы сами видите, модель показывает хорошие результаты. Здесь даже есть провал в 2018, после исторического максимума 2017 года. Но после чего, честно говоря, я думал, модель на основании UTXO как бы свое отжила. Аналогично моделям, основанным на количестве адресов. А теперь и на основании транзакции, потому что появились вторые в уровне надстройки над сетью биткоин, называющиеся Lightning, а также Liquid. И поэтому, на самом деле, я думал, что данные модели стали неактуальными. Но потом, последние несколько месяцев, мы увидели резкое увеличение объемов UTXO до 112 миллионов, что вызвало резкое увеличение оценки биткоина, основанной на UTXO. поэтому очень интересно, когда данный рост прекратится или же продолжит расти. Но в любом случае, у нас с вами есть четыре модели, представленные вот здесь, и, честно говоря, все четыре модели довольно хороши в деле оценки биткоина и предсказывая его цену. На мой взгляд, ни одна из этих моделей не показала себя плохо. И большой вопрос в том, однако, как мы можем их использовать? И что ж, для меня, то, как я их использую, вы видите сами, в любой и каждый конкретный момент, давайте возьмем вот это время, 2017-й, то можно увидеть, если биткоин переоценен по сравнению с четырьмя оценочными моделями, или если он недооценен, как, например, было в 2018-м, то биткоин двигался с верхнего диапазона, представленного моделями всех этих моделей, до нижних диапазонов, потом верхних, нижних, мы видим с вами все эти движения. И если биткоин находится в нижних диапазонах этих моделей, то для покупки биткоина это великолепное время. И на самом деле, в настоящий момент мы с вами находимся как раз в нижнем диапазоне по всем четырем моделям. И, конечно же, если биткоин находится выше всех значений моделей, это было очень ясно в 2013-м, а также в 2017-м, то вам нужно быть на страже. На чем основана эта цена? Определенно, что причина это не одна из этих моделей, временная, сток-тофлоу, UTXO или сложность, а, вероятно, это психология или ФОМА. Поэтому это довольно опасная ситуация. И вот так вы можете их использовать. Еще один вариант — это использовать их общее среднее. Можно использовать их групповое значение или среднее, которое в настоящий момент равно 47000, если вы сами посчитаете по всем четырем моделям. И на что еще очень интересно будет взглянуть, это то, какими должны быть UTXO и сложность для того, точнее, могут ли эти модели приблизиться к значениям временной и сток-тофлоу моделей. И ответ — да. Для того, чтобы это произошло, количество UTXO должно увеличиться на 70%, до значения 190 миллионов. Тогда оценка стоимости на основании UTXO также будет на уровне 60-70 тысяч к. Аналогично и для сложности. Если сложность покажет 4x, такой серьезный скачок. Но это вполне возможно. Например, основываясь на информации о том, что биткоин является очень хорошим балансировщиком для электрических сетей, для того, чтобы распределять нагрузку этих сетей, когда она достигает экстремальных значений, то можно использовать биткоин и отключать майнинг, освобождая мощности для таких высоких нагрузок. Кроме того, мы с вами видим, как в настоящее время майнинг биткоина помогает использовать газовые факелы на нефтяных вышках. Энергию сжигания этого газа используют в майнинге биткоинов вместо простого сжигания сопутствующего газа и выбросом СО2 в атмосферу. Аналогичная ситуация и со свалками. Поэтому аргумент со стороны окружающей среды или со стороны энергосистемы может стать причиной резкого скачка у сложности или хешрейта. И, конечно же, резкого скачка в цене, что сделает майнинг значительно более прибыльным, что вызовет еще больший приток майнеров в рынок. Четырехкратный скачок сложности, более 70% роста количества UTXO обеспечит движение всех этих моделей в область цены биткоина 60-70К. И еще один важный момент о том, как использовать данные модели. Посмотрите, только лишь временная модель, а также модель Stock-to-Flow можно взять и экстраполировать в будущее. Так как мы знаем, это был первый год, это был второй год, это был тринадцатый год, и здесь мы можем подставить четырнадцатый год в эту формулу, или пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый. В итоге оценочная стоимость временная станет известна. Аналогично для модели Stock-to-Flow. Мы знаем, что в 2024 будет халвинг. Мы знаем, как изменится коэффициент Stock-to-Flow. Он удвоится относительно сегодняшнего уровня. Мы это можем все включить в модель и посчитать оценочную стоимость. Таким образом, только эти две модели мы можем экстраполировать. В итоге, вы сами видите, как я получил свои значения в 100k и 1 миллион. Это диапазон для биткоина, который я предсказываю в следующем цикле халвинга. 100k в большей степени основана на временной модели. Это более низкий диапазон. А 1 миллион, а на самом деле, точнее, полмиллиона, в большей степени является более высоким диапазоном этой модели. Итак, насколько хороши эти модели? На этот вопрос нам ответит квадратическое отклонение. Это 97% для моделей временной Stock-to-Flow и модели UTXO. и 94% для модели сложности. Но само по себе квадратическое отклонение нам ничего не говорит. На мой взгляд, гораздо более важная вещь, о которой следует помнить, это то, что корреляция между этими четырьмя факторами и ценой биткоина не является причинно-следственной. Эта взаимосвязь может быть ложной, она может быть неверной. И вы всегда об этом должны помнить. Кроме того, эти модели очень простые, они основаны на одном факторе, и нельзя от них ожидать постоянной стопроцентной точности. Хоть показатели 94-97% это здорово, а 100% это вообще недостижимо, используя эти довольно простые модели, в которых есть лишь одна переменная. Некоторые даже говорят, что эти модели неправильные, они бесполезны, так как переменные X, Y и Z здесь не используются. Или, скажем, спрос здесь не учтен, поэтому модели являются бесполезными. Объем денежной массы, долларов здесь не используются, поэтому модели бесполезны. Это неверно. Так вообще нельзя говорить. Ну, то есть, да, множество факторов на самом деле влияют на цену, а не только лишь эти четыре фактора. Да, естественно, все макро-показатели, такие как ставки ФРС, инфляция и другие, объем денежной массы выраженный в долларах, решение комиссии по ценным бумагам и биржам, все эти одобрения заявок ETF, биржи, которые банкротятся, взять недавний крах FTX. Все эти факторы имеют влияние на цену, но большинство из них являются случайными событиями. Российское СВО, да кто о ней мог знать? Китайский бан майнинга в 2021-м, кто об этом мог знать? Это в модель включить нельзя, но что мы с вами делаем в наших моделях? Это более крупные структурные факторы, которые влияют на оценочную стоимость, и их моделирование в большей степени является генерализацией и структуризацией порядка, а не запоминанием случайных событий, так как случайность случайно, ее нельзя предсказать, а нам необходим порядок в вещах. Поэтому то, что мы с вами делаем, называется при прочих равных. Это значит, что все вещи являются одинаковыми, поэтому мы можем выделять конкретный один фактор, при прочих равных, сохраняя все остальное, предполагая, что все остальное остается неизменным. В итоге смотрим влияние на конкретный один выделенный фактор. Временная сток-то-флоу сложность и UTXO. Мне очень нравится такой подход. Ну, то есть, например, модель сток-то-флоу, дефицитность, мы знаем, что все вещи остаются одинаковыми, при прочих равных. Ограниченные в объеме активы стоят больше, чем активы, имеющиеся в достатке, такие как воздух или вода. Например, золото является активом редким и поэтому ценным. Что еще мы хотим от наших моделей, это негромоздкость. Мы хотим, чтобы наши модели были как можно более простыми, чтобы в них также было как можно меньше переменных. Мы хотим, чтобы в моделях были прямые линии вместо синусоподобных кривых или логарифмических кривых. Мы хотим видеть простые, негромоздкие модели. В конце хочу сказать, что все модели неправильные. Но определенно, хоть ошибка и есть, то, что мы не можем моделировать случайные события. Более того, нам не нужно моделировать случайные события. Поэтому по определению во всех моделях мы используем упрощение, но в реальности это неверно. При этом некоторые модели все равно полезны. Огромное спасибо. Если вам все понравилось, подпишитесь на канал, в этом меня поддержите и до следующей встречи. Редактор субтитров Корректор А.Егорова